Мне уже несколько раз говорят, что-то ты не рассказываешь про ноты свои, которые ты нам насоветовал, мы купили, и нота не приносит уже полгода дохода. Расскажи-ка, что там, и вообще, значит, там чуть ли уже не брокер кидает. Сейчас я хочу об этом рассказать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. И что касается нот, про которые я так много говорил, начиная с конца прошлого года, с осени. И меня упрекают, говорят, что, слушай, ну вот ты нам наговорил про ноты, про эти, но ты не рассказываешь там про риски. Моя история с нотами. Вот, давайте посмотрим сейчас на экран и смотрим. Вот те ноты, которые я покупал. Посмотрите, в 2019 году я покупал ноты. Вот она, автокол. Это та нота, которую я покупал. И у меня были трудности с этими нотами, я прямо скажу, но они были специфические. Смотрите, я приобрел вот эту ноту 22 ноября 2019 года. Посмотрите, что произошло. Наблюдение ежемесячное, там не помню какой купонный доход. Посмотрите, ежемесячное наблюдение. Что произошло? Вот она, первый период наблюдения. Посмотрите, все акции выросли. Ну, в прошлом году все росло. Что произошло? Нота тут же закрылась. Мне возвращают все мои деньги. И плюс там сколько, 15 или 20 процентов было доходности годовых. И я такой, блин, ну как-то все это не очень хорошо. То есть я получил свой купон, ну буквально через месяц. А я-то хотел дольше получать. Я хотел, а вот ставка купона 20 процентов годовых. Всего за месяц. Раз и все. Возвращают деньги. Если хочешь, покупай еще. Теперь следующая нота. Вот эту мы посмотрели только что. Вот она. Следующая нота. Аналогично смотрим. Я ее взял 24 декабря. 24 декабря. Что произошло? В первый же месяц нота закрылась. Я получил 20 процентов годовых. Да, но за месяц 20 процентов годовых это мало. И она очень быстро закрылась. Смотрим следующую ноту. Видим, что следующую ноту я взял 27 декабря. И эта нота также в первый же месяц закрылась. То есть смотрите. Я беру ноту с хорошей доходностью. 20 процентов годовых она через месяц закрывается. Я беру ноту. Она через 20 процентов... Через 20... Через месяц закрывается. 20 процентов годовых приносит. И поэтому здесь уже речь шла не о том, что я потеряю деньги. А о том, что надо купить ноту, у которой акции будут снижаться. А теперь давайте посмотрим, что с этими нотами произошло бы, если бы я купил в другой момент. То есть какая бы то из этих акций оказалась вот здесь ниже. Сейчас переходим на другой счет уже брокерский. Это счет моей жены. И значит посмотрите. Вот она еще одна нота. И то же самое. То есть я тоже брал на другом счете еще одну ноту. Вот она. Здесь, посмотрите. Здесь ситуация немножечко другая. Здесь уже более ровно. И я ее взял 11 ноября. И вот здесь уже, здесь другие продукты были. Тоже 20 процентов годовых. Но. Сейчас, кто у нас синенький? Северсталь. Северсталь вот здесь вот не выросла. Она чуть-чуть не выросла. Понимаете? И первый купон я получаю. И о счастье! Она не закрылась в первый же месяц. Во втором месяце то же самое. Нет. Здесь она выше. Во втором месяце была уже Роснефть чуть ниже. О чудо! Я получаю еще один купон за второй месяц. Что получается в третьем месяце? Видим, Роснефть чуть-чуть выше. Северсталь тоже чуть-чуть выше. Вот здесь вот нота закрылась. Я за три месяца получил купоны. Ну вот, вот что было. Вот что произошло. Если бы я в этом месяце, если бы вот чуть-чуть ниже была, то я бы, ну, получил купон и продолжилось бы действие, то вот здесь вот я бы еще получил, может быть, купон, а может быть, уже нет. Так, по этим получил. По этим получил. По этим. Ну, кажется, получил бы. Вот здесь вот прямо тютелька в тютельку. Я получаю купон. Что дальше? А дальше я не получаю купон, потому что вот она, самая нижняя, Роснефть, она ниже, чем барьер выплаты купон. То есть купон запоминается, купон запоминается. И вот здесь вот я получил бы раз, два, три купона. То есть за три месяца купон. Ничего плохого. Здесь опять не получаю, он запоминается. Здесь вырастет, я получаю за три месяца. Нота. Это очень хороший инструмент. Я продолжаю, как бы, это утверждать. И что сейчас происходит с нотами, с текущими? Посмотрите. Вот сейчас нота, которая есть сейчас у меня. Вот она. И здесь все на самом деле печаль. То есть когда они закрывались подряд, я их открывал снова. Я реинвестировал и открывал. Что у меня с текущими нотами? Вот она в январе. То есть и закрылась предыдущая. Я деньги перекладываю в следующую ноту. Я получаю в феврале один купон. Что происходит в марте? В марте мы помним обвал. И в марте я, то есть все четыре акции, все четыре компании ниже, чем купонный барьер. Купон запоминается, но не выплачивается. В следующем месяце то же самое. Второй месяц. В следующий месяц то же самое. В следующий месяц то же самое. И в следующий месяц, судя по всему, то же самое. Итак, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый месяц я не получу купон. Но он запоминается. И смотрите. Нота 23-го была приобретена января этого года. И она закроется 23-го января следующего года. Ну и что? Ну то есть если все четыре акции вырастут к этому времени еще полгода и предноговогодняя ралли впереди, там, ну, будем надеяться, что оно будет. Вот. То есть все еще впереди и все эти купоны просто запоминаются. Ничего страшного не происходит. Теперь смотрим на другой счет. И вот она, нота на другом счете. У меня открыта. То есть у меня сейчас открыты две ноты. Которые я открыл, ну, примерно в одно и то же время, 23-го января. Вот. Первый купон здесь я тоже получил. Второй не получил. Третий не получил. Четвертый не получил. Пятый не получил. Шестой. Здесь самая печальная акция – это Сбербанк. Если он в течение года не вырастет, то да, вот я не получу вот эти вот купоны. Но я надеюсь, что Сбербанк вырастет. И здесь ничего страшного. Я продолжаю утверждать, что, в общем-то, ноты совсем-совсем неплохой инструмент. И надо смотреть на те компании, акции которых участвуют в структурном продукте. Ну, извините, 20% годовых доходность. А что было бы, если бы вы просто купили Сбербанк? Если бы вы просто здесь купили Сбербанк, у вас был бы убыток. У вас был бы убыток, я вам сейчас скажу, сколько. Ну, здесь 16 или 18% убыток по Сбербанку. Если бы вы просто купили акции. А так сейчас убытка нет. И есть вероятность большая, что я получу 20% годовых доходность. А я уже получил, ну, значит, 20% за один месяц, это сколько там, 1,6% я уже получил. А вот эти, раз, два, три, четыре, там, пять, шесть, я их могу получить, могу не получить. Если Сбербанк вырастет, это последний из акций, то, в общем-то, если он превысит купон, то я получаю сразу за все вот эти невыплаченные, а гребу, как бы, купонов. Ну, хорошо, на самом деле, ребята, это очень хороший инструмент. Я продолжаю это утверждать. Вы видите, что я сам их взял, потому что, ну, мне нравится ставка купона 20%. Мне нравится это. И, ну, я считаю, что совсем неплохо, что можно и подождать. И в крайнем случае, ну, я получу акции, ну, в данном случае Сбербанка. Ничего страшного со мной не произойдет, просто получу, в конце концов, акции Сбербанка, даже если я не получу купон, если Сбербанк не вырастет. Ну, когда-нибудь он вырастет, просто сижу и жду. Все хорошо. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Про ближайшие ноты я еще буду рассказывать. Огромный выбор ноты в БКС, огромный выбор нот в открытии. Скоро будет интересный биржевой продукт, очень новый. Вы, наверное, уже кто в открытии видел у себя в терминале сообщение об этом. Это про искусственный интеллект, я об этом расскажу. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Лайк и оставайтесь на моем канале. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok